Депутаты природоохранного комитета осмотрели берег реки Ягодные Ряса. Дожди и паводок в течение нескольких лет размывали здесь почву. Так что береговая линия вплотную подошла к жилым домам. В случае ополозни могут пострадать десятки построек и автомобильная дорога. 12 лет назад пошли трещины и трещины пошли под собор. Потому что с двух сторон, с одной становая ряса, с другой ягодная ряса, и получился клин как бы. Восстановительные работы начались в прошлом году. Липецк область одна из немногих в стране, которая получила на это средство. Размер субсидиям 38 миллионов рублей. По мнению депутатов, чиплыгинцы эффективно осваивают выделенные средства. Достаточно сложная строительная конструкция. Но в данном случае мы считаем, что бюджетные средства, которые были выделены, они максимально эффективно используют и были потрачены. Все делается для того, чтобы люди могли прийти полюбоваться вот этой красотой. Второй момент, который хотел бы отметить, не только полюбоваться красотой, но и сохранить то, что сегодня нам дано природой. Теперь городские постройки чиплыги над воды защищают высокий забор длиной почти в 300 метров. Районная власть внесла в экологический проект свои идеи. По ее инициативе некогда опасное место превращается в благоустроенный парк с набережной, велосипедными дорожками и лодочной станцией. Все работы планируется завершить к концу июля. Мы здесь можем наблюдать прекрасный пример, когда уже и дети катаются на велосипедах, когда планируется прекрасный отдых для горожан, рыбалка. То есть очень много интересного всего уже за этим потянется. И, конечно, для муниципального района это очень важно, потому что это привлечение также и туристов. После осмотра объектов комитет подвел итоги выездного заседания в местной администрации. Главный эколог Лепецкобласти Елена Бадулина отметила, что в Чеплыгинском районе успешно реализуются не только водоохранные проекты. Здесь эффективно решаются вопросы со свалками, а в каждой школе действуют экологические отряды. По мнению вице-спикера регионального парламента Владимира Загитова, опыт чеплыгинцев по защите экологии должны перенять и другие муниципалитеты. Вице-спикер также предложил организовать в каждом районе области работу общественных экологов. Сейчас наша главная забота, наша главная задача – убедить людей полностью выполнять законодательство. И тех, кто занимается производством, ну и то, что мы называем простые граждане. На следующем заседании природоохранного комитета народные избранники планируют рассмотреть вопросы по сбору и утилизации твердых бытовых отходов. Елена Горская, Андрей Фалькович. Специально для Липецкого времени.